Здравствуйте! На канале ТВ5 тема дня. Итак, с 1 ноября украинцы могут получить паспорта нового образца, так называемые ID-карты. В гостях у нас сегодня начальник управления государственной миграционной службы Украины в Запорожской области Александр Харин. Александр, здравствуйте! Итак, значит ли это, что с 1 ноября все украинцы должны поменять старый привычный паспорт на новый? Нет, украинцы ничего не должны и не все. Значит, с 1 ноября вводится получение ID-картки такими категориями граждан, как впервые 14-летние, и те, которые потеряли по каким-то обстоятельствам паспорт, он пришел в негодность, либо изменили фамилию, имя, отчество. И точно так же люди, которые будут обращаться к нам по вклейке в 25 и в 45, уже им не будет вклеиваться бумажная фотография туда, а будут выдаваться ID-картки. То есть, если человек будет переходить, если ему нужен новый документ, это в любом случае будет ID-карта? То есть, паспорта старого образца, они постепенно будут выходить из оборота? Да, постепенно. Вот что нужно сделать ударение на том, что постепенно. То есть, бежать и менять сейчас этот паспорт на ID, ну, нет смысла и нет, к сожалению, возможности такой. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас город Запорожье, даже в областном центре, еще три района не имеют такого оборудования. Оно будет установлено после Нового года, и после Нового года весь город Запорожье будет перекрыт. А в области, в тех районах, где еще такое оборудование будет устанавливаться, на сегодняшний день не установлено, будет продолжаться выдача бумажного варианта паспорта. Поэтому наряду с ID-картками, которые будут входить в нашу, так сказать, жизнь, будут продолжать действовать паспорта старого образца. В общем, если человеку 45, он вклеил фотографию, то он может спокойно прожить всю свою жизнь с этим паспортом. И не получить, как мы говорили, ID-карту. Ничего страшного в этом не будет. Абсолютно. Но, тем не менее, многие волнуют вот такой вопрос. Вот раньше, допустим, там в Россию, в Беларуси был выезд по обычным паспортам, да, по внутренним. Сейчас очень многие переживают о том, что их могут не пустить с ID-картой, если вдруг им будет такая необходимость, да, поехать в Россию, либо же Беларусь. Очень правильно переживают, потому что практика уже показала нам, что по ID-картам не пускают ни в Беларусь, ни в Россию. Могу объяснить, почему. Потому что договора, когда подписывались о взаимных поездках, там было четко указано паспорт вот того возрастка. Его нет. То есть на сегодняшний день это нужно носить изменения в эти соглашения для того, чтобы такой документ давал право въезда. Надо подписывать новое соглашение с этими странами. Нет, нужно просто сделать паспорт для заграничных поездок и выезжать. Ну, либо же так. Итак, с 1 ноября, насколько активно вот Запорожье сейчас получает новые паспорта? То есть вот нет такого, что вот люди пришли и говорят, а я не хочу, я хочу старый паспорт. Нет, случаи всякие бывают. Бывают там, где еще невозможно оборудование, хотят ID-картку. И бывают наоборот, там, где уже есть оборудование и хотят бумажное. Но, к сожалению, на сегодняшний день закон это не предусматривает. То есть там, где установлено в районе уже оборудование, в обязательном порядке только ID-картка. Для того, чтобы город ориентировался, я могу назвать три района, в которых еще не установлен. Это Хортицкий район, это Заводской район и Александровский. Ну, где-то мы планируем завоз через неделю и, я думаю, что с Нового года весь город Запорожье будет перекрыт. И везде будут уже только ID. Только ID-карты. Какая информация вообще вносится на эту карточку? Ну, постановление, которое вышло в октябре и запустило ID-картки с 1 ноября, постановление Кабинета Министров, оно внесло некоторое дополнение в опыт взроска паспорта в форме ID-картки. Туда добавился идентификационный код, который визуально будет видно и не нужно будет носить с собой, вот мы все носили в паспортах, там бумажный вариант, да, то сейчас он визуально будет просматриваться на нем. Ну, а так фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения. Вот, остальное будет заноситься на чип, который там вживланный, так скажем, да. Вот, и перспективы развития этой карточки очень большие в условиях развития сферы, в которой она будет работать. В принципе, это для того, чтобы было, в общем, понятно, чем шире у нас расширяются услуги банка, тем больше возможностей у нашей банковской карточки, в общем-то. То есть, аналогичные будут, как бы, услуги. По поводу прописки очень много интересует вопрос. Говорят, что на ID-карте не будет указана прописка, а во многих инстанциях она требуется. Действительно так, она указана, но она указана на чипе, и визуально ее не видно. То есть, на чипе она будет? Да, поскольку на сегодняшний день не все государственные учреждения и не государственные тоже оборудованы оборудованием для считывания, то временно, как временная мера, мы выдаем справку о регистрации. То есть, ну, теперь немножко мы отошли, мы не носим с собой код, но теперь носим справку о прописке. О прописке, да. Будет такая необходимость. А вот не столкнутся ли люди с такими проблемами, допустим, при поступлении в ВУЗ, либо при подаче документов в какую-то инстанцию, вот, когда у них будет ID-карта? То есть, не надо будет вот с собой нести еще ворох бумаг? Нет, кроме, вот, дополнение только пока временно, вот эта справка о регистрации, месте регистрации. Больше никаких документов не нужно. И, в общем-то, ксерокопии меньше, она гораздо меньше занимает место на ксерокопии. Никаких проблем с подачей в государственные органы и так далее мы не сталкивались на сегодняшний момент, чтобы люди жаловались, что у них не берут какие-то банки. Наоборот, очень быстро подключаются. К этому они более мобильные и предлагают некоторые дополнительные даже услуги владельцам ID-карт. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время, то есть, чем больше людей их получат, тем более будет развиваться сфера услуг, связанная с ID-картами. Вот, и хочу заметить, что принцип работы паспорта в виде ID-карты точно такой же, как и банковская карточка. Для того, чтобы считать информацию, которая на чипе, человек, владелец этой карты, он имеет точно такой же пин-код, как там. И только если человек даст тому служащему, который хочет посмотреть доступ к чипу, он сможет ее просмотреть. Без владельца карты просмотреть это невозможно. Без знания пин-кода это невозможно. А вот, допустим, если человек захотел, не хочет он ждать, вклеивать фотографию 25 или 45, вот сейчас и здесь захотел он получить ID-карту, поменять свой паспорт, хотя у него все нормально со своим паспортом. Может ли он прийти? На сегодняшний день пока нет. Пока нет. Пока нет. Правительство приняло такое решение, временно пока обслуживать эти категории граждан, потому что на сегодняшний день проводится тендер по закупке такого оборудования. Это создаст ажиотаж определенный из 600 подразделений по всей Украине миграционной службы. На сегодняшний день оборудование 330, то есть чуть больше половины. Сейчас процесс пошел, то есть в ближайшие полгода, год, когда после того, как будут укомплектованы и созданы полноценные системы, в любой точке Украины можно будет это сделать, то потом, я думаю, это будет возможно. Кроме этого, хочу сразу оговориться о том, что первая ID-картка получается по месту регистрации, прописки по-старому. А после того, как вы ее первый раз получили, вы сможете ее восстановить после утраты, либо поменять с изменением в любой точке Украины. То есть это уже не обязательно ехать к себе, там и в своем, как мы раньше, по месту жительства скажем так. А сколько вообще времени занимает ID-карта? 20 дней изготовления ID-карты. Сразу, предваряю ваш вопрос о цене, сразу говорю, 279 гривен административный сбор. Для некоторых категорий граждан, значит, правительство предусмотрело снижение части оплаты, либо полное ее снижение. Поскольку административный сбор на сегодняшний день идет в местные бюджеты, то решением местного совета люди, которые имеют какие-то... Льготы, возможно. Льготы, возможно, или социально незащищенные слои, они могут обратиться в свой райсовет, и решением райсовета могут снять эту оплату, или часть этой оплаты. Есть ли какой-то срок действия у карты? Срок действия 10 лет. Каждые 10 лет нужно менять карту. Если раньше мы приходили в миграционную службу в 25 и в 45, то теперь через каждые 10 лет, если ничего, никакие данные у вас не поменялись. Ну, а остальное по потребности, в случае у нас девушки выходят замуж, меняют фамилии и так далее. Поэтому по любому приятному поводу можно прийти и поменять раньше. А вот информация о детях. Раньше она вносилась в паспорт о семейном положении о детях. Сейчас будет ли она на чипе, либо где-то втазываться? Нет, информация о детях исключена даже из старого паспорта уже лет 10 назад. Да, первое время такое было в особых отметках. На сегодняшний день такой позиции в ID-картке информации о детях отсутствует. Спасибо огромное. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях был Александр Харина, начальник управления Государственной миграционной службы Украины в Запорожской области. Субтитры создавал DimaTorzok